Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказал о том, что я когда-то давно ставил цель достичь пассивного дохода в 2000 долларов, и как-то внезапно я ее достиг. При этом в моей жизни ничего существенно не изменилось, и я бы сказал, что даже и денег недостаточно маловато. И это произошло как-то обыденно и незаметно, и я просто поставил себе новую цель. Но на самом деле это очень-очень хорошо и правильно, потому что, смотрите, я шел к этой цели постепенно. Во-первых, это первое, с какими-то меленькими поступательными шажками. И во-вторых, это была только промежуточная цель. Очень важно, чтобы была промежуточная цель, потому что это просто какой-то этап на пути, и дальше известно куда, продолжение. Потому что когда неизвестно, что дальше, когда вот мы берем какую-то цель, мы стремимся к ней и достигаем ее, и если это происходит внезапно, то часто это заканчивается трагически. Поэтому я вот именно об этом хотел сегодня сказать. Потому что в моей жизни было несколько случаев, когда люди достигали цели достаточно быстро, и получается, что дальше пустота, и все заканчивалось трагически. Ну, первый такой случай, например, был, когда мы начинали работать, там только-только 90-е годы, начали заниматься бизнесом, вдруг мы начали зарабатывать большие деньги, и, ну, там была фирма, много компаньонов. Короче говоря, мы разругались и разошлись. И так получилось, что я ушел и начал с нуля, а большая часть активов досталась там, ну, двум человекам. И они продолжили зарабатывать деньги, у них сразу стало очень много денег. И, ну, мне кажется, они оказались не готовы, что ли, потому что один из них, ну, они там и дальше разругались между собой, тоже разошлись, и у молодого человека случилась такая ситуация, что ему не надо работать, у него деньги есть, у него нет цели особой. И включилась программа на уничтожение, которая кончилась трагически, потому что, ну, он начал там компания, девки, бани гулять, и однажды, когда они ехали там с очередной компанией, где-то там в деревню, значит, там, то спуск-подъем стандартный, как бы, ничего такого не могло произойти, но внезапно машина наехала в кучу коровьего дерьма, и ее занесло, это был Мерседес, он сидел на самом безопасном месте, и машину просто занесло и вынесло так, достаточно аккуратненько на обочину, но именно один человек, именно он вылетел через заднее стекло, заднее стекло разбилось и разрезало ему шею. Он погиб. Вот, и кто-то говорит, что это трагическая случайность, но я говорю, что, в общем, на самом деле это вряд ли трагическая случайность, скорее, это закономерность, потому что у человека просто не было цели в жизни, и он не знал, для чего он живет, и вот жизнь закончилась в результате. Я думаю, что вы вспомните подобные случаи, подобные этому. Вот, ну, чаще всего это происходит так, когда человек к чему-то очень сильно стремится, он стремится разбогатеть, заработать много-много денег, и вот он добивается всего, квартира, все, есть там квартира, дача, так сказать, Мерседесы, все дела. И у человека, как правило, тоже теряется цель. Вот, недавно мы обсуждали еще одного знакомого с дочерью. Он заработал буквально там миллионы долларов. Ну, один точно миллион есть. Вот, ну, запил внезапно, сильно, там, до белой горячки, и до потери сознания, и вообще, так сказать, полностью организм стал отказывать, и уже родственники начали делить его состояние. Ну, там, как Сиси Кэпфелл, он вдруг решил, что, блин, нифига, продолжу. Вот, и он, в общем, сказать, бросил это дело. Но, слава богу, не кончилось все трагической случайностью, как у других. У других это заканчивалось абсолютно железно. Вот, за счет пьянства у многих. Вот, у женщин, как это заканчивается, но тоже у меня одна знакомая, и вдруг, вот, внезапно, там, ну, с мужем они ушли, там, не помню, в министерство, там, какое-то атомное. Вот, и им акции РАО ЕС, что ли, там, сказать, в бешеном количестве какие-то. Вот, и они вдруг за счет этих акций стали страшно богатыми. Тоже, значит, много-много денег. Блин, я ее видел как-то спустя несколько лет. Она полностью оплыла жиром, полностью, вообще, значит, в ней килограмм, там, 140, я думаю. Вот, но, ну, то есть, вот все есть, понимаете? Значит, она еле влезает в эту Тойоту Праду, потому что, говорит, я на другой машине не могу, я в нее просто не влезу. Ну, вот, вот оно счастье, вы считаете. А я считаю, что это уничтожение организма просто. Потому что, ну, так издеваться над организмом нельзя. Вот, я не знаю, что с ней сейчас, это было давно. Вот, такие случаи бывают. Вот, я думаю, что, если вы припомните каких-то людей, которые достигали своих, вот, ну, каков-то заветного желания, тоже заканчивали так же печально. Вспомните, напишите, пожалуйста. Ну, еще один случай, он такой, абсолютная бытовуха, когда еще один мой знакомый, как говорится, ныне покойный. Вот, он делал на этом бизнес просто. Понимаете? Он давал людям много денег, он находил вообще, значит, там, ну, просто те, которые уже на пути к этому, алкашей, вот, ну, у которых была квартира. Он с ними заключал договор, что он им купит через какое-то время двухкомнатную квартиру, а на время, пока он ее не купит, он снимал им двушку и, значит, обеспечивал им шикарную жизнь. То есть он платил им, ну, раз в пять больше, чем они получали в обычной жизни. Что делали алкоголики? Они тут же спивались и через полгода умирали. У него был на этом буквально бизнес построен. Он их не убивал, ничего. Он просто давал им деньги. Все остальное они делали сами. Вот, ну, в конце концов, когда этих случаев стало там не так мало, его самого убили. Вот так. Вот. Ну, а сейчас причина, наверное, и что же делать, чтобы так не случилось? А делать надо следующее. Ну, когда мы идем к цели, надо всегда понимать, что это только промежуточная цель. Я говорил, что ну, что такое две тысячи долларов? Он мне говорит, куда такие деньжищи? И почему все равно тебе не хватает? Может, и не стоило? Вот, да, конечно, мне не хватает, но если раньше мне не хватало на самое необходимое, то сейчас мне не хватает на покупку той машины, которой я хочу. И, ну, для того, чтобы вот прямо сейчас все бросить и уехать, ну, потому что у меня просто дети. Вот. Уехать я уже могу. Вот. И это промежуточная цель. Я просто поставил себе 10 тысяч долларов. Это не такая уж и большая цель. Когда я достигну цели в 10 тысяч долларов, мне тоже будет не хватать денег. Я это прекрасно понимаю. Вот. То есть, ну, что такое 10 тысяч долларов? Ну, всего-то ничего. Вряд ли я смогу при таких доходах купить себе какую-нибудь хижину в Швейцарии, где-нибудь у деревушки. Вряд ли с таким доходом можно купить такое дело. Или там островок где-нибудь в Карибском море. Тоже с небольшой хижиной и катером. Ну, вряд ли. Вот. Поэтому денег-то тоже будет не хватать, естественно. То есть, будет к чему стремиться. Вот. Ну, тем не менее, на какую-то самую такую машину простую, так сказать, там, типа Мерседес, там, вполне, я думаю, таких денег уже хватит. Вот. Поэтому все в мире относительно. Ставьте цели, добивайтесь их. Ставьте, делайте так, чтобы эти цели были промежуточные и ставьте цели правильно. Еще один пример неправильно поставленной цели. Вот, недавно жена занималась на одном тренинге и там привели пример, что женщина, в общем-то, очень хотела, чтобы ее муж зарабатывал много и, ну, как директор, вот, фирмы. Вот, она так хотела. И она загадала цель, хочу, чтобы мой муж был директором фирмы. Вот так. Вот, ну, цель в результате была достигнута, она развелась с мужем и вышла замуж за директора фирмы. Вот таким неожиданным способом. Поэтому, говорят, ставьте цели более конкретно. Ну, у меня цель начать путешествовать по всему миру, я вам скажу так, где-то 16 лет назад я поставил себе цель, что я должен зайти на гору Килиманджаро, когда моему сыну, которого тогда еще не было, будет, ну, исполнится 18 или там 20 лет. Вот. То есть, срок был такой, либо когда мне исполнится 60 лет, либо когда сыну 18, то есть, когда он встанет на ноги. Потому что вот такая цель, потому что, ну, смотрите, она комплексная, то есть, я должен заботиться о своем здоровье. Вы видите, это прямо сейчас я тренируюсь, я каждый день хожу вот здесь по лесу для того, чтобы быть в форме. Вот. Сыну скоро будет 16 лет, осталось совсем немного, у меня есть дедлайн к этому, и для того, чтобы просто взойти на Килиманджаро нужно, во-первых, здоровье, а во-вторых, деньги. Поэтому вот такая цель. И, ну, сейчас уже есть достаточно большая уверенность, что цель будет достигнута. Кто-то скажет, что цель такая, в общем, так себе. Но так себе цель взойти на Килиманджаро, скажем, в 30 лет. То есть, это достаточно легко сделать. Вот. Вы попробуйте в 60 лет зайти на Килиманджаро. Я посмотрю на вас. Вот. Поэтому я решил, что вот такая цель. Именно с сыном, чтобы... Да, я должен вырастить его, чтобы он был способен дотащить меня, если вдруг все-таки со мной что-то там случится. Вот. Сын об этом знает и готовится тоже. Вот. Такие, как бы, рекомендации. Такое сегодня видео. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Мне очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!